Итак, друзья, всем привет! С вами, как обычно, я, Михаил Самолетов. В начале видео, пожалуйста, поставьте лайк, напишите какой-нибудь интересный комментарий, а мы погнали! Сегодня такой вот необычный автомобиль, я назову это видео, японская Нива, ну, реально, японская Нива, Сузуки Джимни. Первый раз, если честно, я вот на такой машине сегодня поездил, хотя в городе Владивостоке они очень популярны были, ну, несколько лет назад, может, лет пять, их тоже как-то пачками возили, и очень была популярная машина. Сейчас таких автомобилей на дороге, на самом деле, уже очень мало, можно встретить. Ну, не часто, по крайней мере, раньше они очень часто встречались, как-то вот на хайпе, получается, была эта машина. Сразу скажу, что данный автомобиль, сейчас я в него сел и заметил некоторые отличия, которые сразу мне бросились в глаза. Давайте об этом по порядку. Ну, начнем с того, что данный автомобиль, вот у него ключ, без ключевого доступа, как мы уже с вами привыкли. Помните, здесь такая полоска, нажимаешь и само открывается, закрывается, здесь такого нет. Сразу в этот автомобиль, когда я сел, что необычное, да, я в двухдверных машинах уже давным-давно не ездил, и сразу я думал, что это заднее стекло получается, а это, ну, то есть, это на самом деле, ну, левое и правое, потому что машина две двери, и мне сразу это показалось необычным. Еще когда я сел в салон автомобиля, я сел вот так вот, залез, и вот так, вот так руку, хоп, и сразу я провалился вбок, потому что нету подлокотника, это мне тоже немножко показалось сразу неудобно. Также пытался салазки отодвинуть на самый конец, ну, на самое последнее отделение, и здесь тоже, в принципе, немножко, ну, при моем росте метр семьдесят, немножко, как бы, ноги неудобно сидят, да, то есть коленки немножко поджаты, я привык, как бы, в машине лежать, ну, можно так сказать, что там сиденье назад отодвигаю, руль пониже, чтобы комфортно было ездить. Ну, давайте сейчас в салон потом с вами заглянем, сейчас пока что мы с вами по экстерьеру, по внешней части автомобиля пройдемся. Начнем с того, что машина очень высокая, я сейчас ехал, тут на зеленом углу ямы, дырки просто жесть, просто жесткие, и эта машина, она очень мягкая и плавно едет, очень высокая, клиренс у нее, я не знаю, сколько, ну, сантиметров, наверное, 30 точно есть, хотя он внизу что-то свисает, видите, это рессора или типа того, вот эта вот конструкция ходовки, она, как бы, ниже, чем линия кузова, но машина едет очень плавно, мягко, машина, объем двигателя небольшой, меньше литра, считайте, да, то есть, маленькое сердце японское бьется, они сильно мощно, там, сколько, 70 лошадей, 64 или сколько, 66, по-моему, но суть в том, что, в принципе, сейчас так вот, на газок я поднажал, она более-менее резво едет, здесь вот такой вот есть рожок, поворотники, повторители у нас в ушах, кстати, еще что замечу, самое, что необычно, вот я сел первый раз в этот автомобиль, обычно, когда в машину садишься, что-то постоянно вот, ну, настраиваешь, даже если человек примерно твоего же роста и, ну, веса, то как-то все равно бывает садишься, что-то, ну, подрегулировать как-то, чтобы удобнее сидеть, здесь я сел, вообще, все, сразу поехал, обзорность у этой машины просто идеальная, ну, скорее всего, это, не скорее всего, так и есть, из-за того, что лобовое стекло почти вертикальное, да, и так же самое идет заднее стекло вот так вот ровно, обзорность отличная, вообще, сел сразу и все, как бы, по кайфу, тоже поворотничек, вот такая вот фирменная резина Toyo Tires, небольшие здесь туманочки у нас, автомобиль пришел с Японии буквально на той неделе, в принципе, машина свежак, давайте посмотрим, что у нас под капотом, так, где у нас капот, вот капот, оп, кстати, так смешно делается, как-то вот, обычно так, как-то вот так, а она просто так взад-вперед двигается, по вертикали, давайте сейчас капотик откроем, никаких у нас, друзья, под капотом газомасляных этих упоров нету, то есть, все по старинке, ну, японская Нива, обшивочка, естественно, у нас на подкапотном пространстве отсутствует, здесь у нас какая-то табличка, 7000 километров, что-то, наверное, с какими-то интервалами, что-то, с заменами, двигатель очень маленький, знаете, прям, как на мотоцикле, наверное, ну, на мотоцикле, на водном, в принципе, здесь у нас все, забираем воздух, омываечка, аккумулятор, аккумулятор тоже, в принципе, небольшой, японский, плюс-минус, да, и вот такое вот подкапотное пространство, очень много свободного места, ко всему очень легкий доступ, и фильтр воздушный поменять, и там что-то масло залить, да, щуп посмотреть, в принципе, и очень все грамотно расположено, ну, если что-то делать своими руками, очень удобно, потому что в многих машинах сейчас радиатор, замок все нормально работает, так, фары left-right, ну, в принципе, под капотом вот так вот, все просторно, чистенько, светленько, все нормально, можете заметить еще с виду, да, вот так вот, когда смотришь, Сузуки, значок черным цветом, также и решетка радиатора тоже такая, в черный цвет сделана, такой моно-моно-дизайн, давайте, наверное, сейчас по салону пройдемся, начнем с того, что вот здесь, которые закрываются, открываются вот эти локеры, да, они такие серебренькие, металлического цвета, такой какой-то дизайн, дверь здоровенная, широкая, просто можно, знаете, вот так вот отстреливаться, пам-пам-пам, какой-то, если забронировать, да, Гелендваген, здесь у нас непосредственно такая резинка, резиночка, да, которая, когда что-то вы положите, хотя это место очень узкое, ну, допустим, телефон, и он, по идее, не должен болтаться, ну, все стандартно, ручка очень удобная, полноразмерно взяли, сиденье, в принципе тоже очень удобно, единственное, конечно, минус, надо как-то салазки вот эти, если можно там типа аратюнинг сделать, открутить и как-то их назад туда воткнуть, чтобы чуть-чуть было места, потому что сидеть, если честно, немножко очень близко, да, давайте начнем, получается, оп, сядем в салон автомобиля, садиться очень удобно, так, все, заведем нашу машину, кстати, сидушки офигенные, wild wind, дикий ветер, называется эта комплектация, машина, кстати, та же, как у всех, вот видите, открыть, закрыть, и, кстати, слушайте, как громко работают, прям все по этому, по-нивовски, по-надежному, машина быстро заводится, машина быстро заводится, здесь у нас стандартный, ну, стандартная панель приборов, максимальная скорость 140, но не знаю, на такой машине 140 ехать, немножко опасно, дульки у нас вот такие кругленькие, в принципе, мягко-мягко крутятся, очень удобно, более-менее, я так скажу, здесь у нас бардачок, в бардачке у нас, сейчас глянем, ребята, что там у нас Сузуки попозже в бардачке приготовила, бардачок, ну, нормально закрывается, в принципе, здесь такая вот типа мини-полка, здесь еще две дульки, здесь у нас козырьки, зеркало заднего вида, видите, как зеркало заднего вида у дома, в принципе, видно все, то есть обзорность, чем не поражен на этой машине, удивлен, реально хорошая обзорность, сзади место есть, сзади место есть, но садиться назад, наверное, как-то будет неудобно, сейчас мы на пассажирском сидении все это проверим, всю эту тему, подстаканник у нас один, то есть, в принципе, телефон можно мелочь положить, здесь у нас еще пепельница, то есть, куришь, здесь у нас 2ВД, 4ВД, 4Л, low, это low gear, пониженная передача, скорее всего, 2ВД, ну, что-то я их нажимаю, а там надо как-то, наверное, на дэшке, ручник, ремни безопасности, здесь еще два маленьких подстаканника, это, наверное, для задних пассажиров, также сзади, смотрите, есть такая, типа, как мини-полка, не знаю, как это сказать по-русски, назвать это, ну, мини-полка, и там тоже вот подстаканник, да, сейчас назад тоже попробую сесть, проверить, что ручки, то есть, для каждого пассажира, и сзади, и спереди, потолок, кстати, очень высоко сидеть, и до потолка еще нормально места хватает, так, у нас тут светодиодик все работает, тут у нас тоже тот самый, так, ну, в принципе, вот, давайте сейчас заглушим, а, вот еще у нас здесь кнопочки фары регулируются, так, регулировка фар, здесь еще тут туманки, да, вроде, для копеечек какая-то мелочь, в принципе, из такого, как бы, все, ну, надежно, обычно аналоговое, я это называю, аналоговое, идем по приборам, то есть, крутилочки вот эти крутятся, в принципе, так вот, переключаешь, они так фиксируются, и более-менее все хорошо работает, здесь у нас больше-меньше, крутить приятно, в машине пахнет вот этой японской вкусной, вот этой японской вкусной пахучкой, эй, коша, по-моему, да, это, аир спенсер, видите, давайте сейчас машину заглушим, и попробуем сесть назад, проверим, как она на заднем, сейчас все багажник, кстати, багажник откроем, так, ребят, ну, давайте попробуем открыть вот это, как-то вот он, опа, нифига себе, смотрите, система, да, какая, как легко она все открывается, вот мы назад отодвинулись, нажимаем эту тему, назад и садимся, давайте садимся сами за, о, о, блин, ребят, я провалился просто, ребята, это провал, это дно, все, ребят, вот я назад и сел, назад я сел, сидение здесь отодвигается, задвигается легко, здесь такая педалька, нажимаем на педальку, машину, ну, вперед отъезжает сидушка, вот, который я снимал сзади, подлокотник, подлокотник может так опереться, и здесь такой вот мини-подстаканик, с той стороны, кстати, то же самое, то же самое с той стороны, ну, места много, места много, водительское сидение выглядит вот так, водительское место рулевого, ну, выглядит более-менее симпатично, ну, конечно, это привет, привет из начала двухтысячных, я назову это, сейчас попробуем выйти из автомобиля, хоп, чик, все, ногой отодвинули, да, вот как вот открывать дверь, как дверь открывать, и как выходить, ребят, немножко, конечно, это неудобно, но, что делать, как говорится, любишь в джимнике кататься, люби и закрываться, здесь такая же, с этой стороны, в дверной карте штука, такая, знаете, БДСМ какая-то, бам, вот, и на дверях у нас, кстати, ветровики, сверху у нас такая вот полка, машина трясется, вообще так трясешь, она так мягенькая, то есть машина очень мягкая, на мягкой, на маленькой скорости так плавненько кочки перешатывают, так валка переваливается, так что с непривычки может ушатать, укачать, ушатать, укачать, все, давайте, вот, бензобак, сейчас проверим с вами багажник, так как багажник открывается, что дверь закрывается более-менее нормально, так, Сузуки, багажник открываем, багажник уже, ребят, у нас вот газоупор, опа, нифига себе, вот это, вот это, ребята, стиль, вот это мне по кайфу, ну-ка, сейчас еще раз откроем, как она отъезжает, опа, не отъезжает, вот так сейчас, вот так открываем ее, все, и газо, видите, упор ее сам газомасляный толкает, багажник, скажу честно, маленький, маловат, маловат, да, но машина сама маленькая, если так мы сделаем ровный пол, в принципе, какой-нибудь такой мини-мини холодильник, либо какой-то пять здоровенных чемоданов поместится все-таки, мне кажется, хватит места для каких-то перевозок, но если вчетвером в нее загрузиться, мне кажется, она вообще не поедет, для четверых человек взрослых, эта машина, мне кажется, ну, будет много кушать бензина, кстати, расход у нее где-то 10, 10 литров плюс-минус, в зависимости от времени года, кстати, рамка под номерной зак, видите, японская, здесь задние ходовые огни, белые, ну, вот такой вот еще запаска, запаска вот такая, да, запаску мы, естественно, открывать не будем, даже не знаю, сколько раз такую запаску видел, ни разу в жизни ее не открывал. Машина смотрится со всех сторон более-менее гармонично, в принципе, если смотреть на это реально, это японская Нива, бюджетная машина, и на самом деле на вторичном рынке, если машины смотреть не свежего года, то они в районе где-то 300-400 тысяч стоят, и такие машины очень часто, половина или больше, чем половина вот этих Сузуки Джимни, они, вот, если по-дробному смотреть, все заряжены, залифтованы всякими лебедками, там, всякими вот этими вещами. Вот, ребят, давайте скажу свое мнение по данному автомобилю, да, данный автомобиль мне очень, если честно, понравился, первый раз, кстати, нет, у меня еще было у девушки, у знакомой такой Сузуки Джимни, но я в нем не ездил, она на нем ездила, но мы на моей машине ездили, кстати, если смотрят она на видео, ее звали, бля, как ее звали, не помню, в Москву она уехала, как ее звали, Ангелина, блядь, не помню, короче, фиг с ней, короче, фишка в чем, что машина очень высокая, клиренс высокий, там у нас ямы здоровенные, да, и на этой машине вообще, что вы что-то заденете, бояться не стоит, то есть, ну, вообще, просто, ну, это реально, это оффроуд уже такой, на минималках, машина смотрится, я не скажу, что богата и не скажу, что бедна, она смотрится, вот, эконом-класс, вот, знаете, вот, конечно, ну, может быть, какие-то, если фары LED-тюнинговые поставить, какие-то, вот, что-то такое сделать, она как-то будет смотреться поярче, потому что, все-таки, фары машину, как бы, такие свежие, новенькие, украшают, какие-то фары-то, видите, простые, да, но, с другой стороны, она смотрится более-менее стильно, на пятибалльной шкале я дам ей твердую четверку, именно, вот, из такого, как бы, бюджетного, небольшого джипика, да, по крайней мере, она смотрится, ну, она смотрится солидно, ребята, она смотрится, то есть, там и мужчина может ездить, и женщина, и девушка, и какой-нибудь парень, и она реально такая, как рабочая лошадка для российского, именно, рынка, потому что ямы, вот, я не знаю, у нас сейчас прошел дождь, я сниму там половину асфальта, просто, ну, дыры там, как кратеры на волну шкала тыщут они, я не знаю, ребят, напишите, что у вас в городе происходит, потому что у нас в Владивостоке, бля, они что там клад тыщут, я не знаю, или что, они там нефть пытаются пробурить, ну, там дыры просто, ну, их не объехать, плюс высокое, удобный обзор, обзор просто офигенный, я сел, все, ну, она, по сути, квадрат, что там будет плохой обзор, обзор супер офигенный, все классно, супер вообще замечательно, единственный минус по мне, который сразу бросается в глаза при эксплуатации, это для чересчур крупного человека, какого-то, там, метр девяносто и, там, в сто килограмм веса, эта машина все-таки маловато, потому что сидеть за водительским сидением, даже мне с моим небольшим ростом, немножко, ну, вот впритык, еще бы чуть-чуть, я был повыше, и все, я бы неудобно было бы на ней сидеть, плюс еще какой, машина, в принципе, рулится мягко, и руль у нее не резкий, то есть, когда вот так чуть-чуть руля даешь, она более-менее так плавненько едет, да, ну, что еще, минус 10 литров расход бензина, минус ли это или нет, ну, в принципе, для того, если бы это была легковая машина, я бы сказал, что это минус, но эта машина все-таки идет как джип, ну, если так можно выразиться, да, джипик такой, она высокая, да, она такая тяговитая, у нее надежный такой мотор, в принципе, эти моторы я в дроме посмотрел, там, никого там такого, что супер, если там масло меняете, все вовремя делать особо, или пробег не 500 тысяч километров, в принципе, моторы надежные, на самом деле, 10 литров, в принципе, для этой машины это нормально, это нормально, и есть за что платить, вот эти 10 литров вы платите за то, что машина, грубо говоря, вездеход по вот этим городским каким-то проселочным ямам, дачам и так далее, цена, да, цена, ну, цена, ребят, в принципе, тоже адекватная, сдам эту ссылку, ссылку на этот автомобиль в дроме, я оставлю под этим видео, кому интересно, зайдете, посмотрите, ну, в принципе, все, если есть, что добавить по этому автомобилю, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, пишите колокольчик, пишите, как вам эта машина, Suzuki Jimny, купили бы все такую, была ли у вас такая машина, либо какая есть альтернатива за 500-600 тысяч рублей для данного авто, напомню, это 2016 год, так, ну, что могу сказать, всем пока, до новых встреч, подписка, лайк, комментарии, встретимся на просторах ютюба.